Молодые журналисты со всей Московской области встретились в районном центре культуры и досуга, где проходил второй региональный медиабал. Среди молодых людей представители СМИ, блогеры, фотографы и видеографы, а также руководители сообществ в социальных сетях. В начале мероприятия всем собравшимся показали фильм по итогам работы молодежных медиа-центров за прошедший год. Самое главное ожидание, чтобы после этого форума образовались все эти самые команды. По мнению главы Ленинского района Олега Хромова, руководитель муниципалитета должен следить за современными тенденциями. Каждая глава, а у нас 68 муниципалитетов в Московской области, является своеобразным блогером. Я лично веду все свои блоги самостоятельно. Я думаю, что после сегодняшнего мероприятия познакомлюсь и с вашими блогами и буду тоже чему-то учиться. Самые отличившиеся получили награды из рук начальника Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья Ирины Плещевой и главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева. Хочется сказать большое спасибо Ирине Владимировне. Я только в этом году начал возглавлять наш молодежный медиа-центр городского круга Серпухов. Это действительно очень интересно, очень втягивает и мы будем продолжать дальше стараться идти вперед. Спасибо большое. Стоит отметить, что наградой для победителей в номинации «Прорыв года» стала будущая практика в московском комсомольце, где ребята смогут узнать, что такое настоящая журналистика. Десятилетиями мы принимаем на практику ребят из журфаков различных вузов, причем не только Москвы, но и всей России. Первый медиавал проходил в прошлом году в Подольске, а когда наступило время выбирать место для нынешнего, организаторы сразу обратили внимание на дом культуры города Видное. Почему здесь? Потому что после такой масштабной реконструкции, в таком великолепном здании было бы грех не провести. И, конечно же, мне кажется, важно, что все-таки медиабал – это историческая форма, и она должна быть в историческом месте. После завершения торжественной части и концерта молодые люди переместились в фойе, которое на время мероприятия превратилось в банкетный зал. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Видное ТВ.